Встречу со старшими по домам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал с благодарностей. Он отметил, что трудно переоценить их вклад в работу по наведению порядка в сфере ЖКХ, особенно в период, когда идет огромное количество нареканий от жителей по уборке снега. С этой задачей справляются не все. Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий отметил, что в конце января-начале февраля ситуация по расчистке улиц от снега оценивается как достаточно сложная. Только по городу Самара к административной ответственности по материалам прокуроров привлечено 415 должностных лиц. Всего в рамках координации этой проблемы только по городу Самара возбуждено 865 административных производств. Если считать, что в среднем на одно административное производство приходится штраф в размере 20 тысяч, то только по городу Самары мы имеем там почти 17 миллионов с лишним штрафных санкций как с руководителей, так и с учреждений, с управляющих организаций, товариществ. Эти деньги могли быть направлены на решение данной проблемы. По поручению губернатора проверку качества расчистки крыши при домовых территорий от снега на регулярной основе проводит Государственная жилищная инспекция Самарской области. Руководитель ведомства Виктория Коткова рассказала, что с начала года было обследовано свыше 7 тысяч многоквартирных домов. По итогам этой работы выявили более 1200 нарушений со стороны управляющих организаций. Там, где они не устранены, возбуждаются дела об административных правонарушениях с наложением штрафов. В ГЖИ отметили, что права и интересы граждан нередко нарушаются из-за отсутствия четких критериев к составу управляющих организаций. В лицензионных требованиях управляющих организаций, управляющих компаний отсутствуют требования по технике, по человеческому факту, по составу тех же слесарей, уборщиков и так далее. Поэтому, к сожалению, мы столкнулись с той проблемой, когда те условия, когда управляющие организации при таком снегопаде просто не имеют в штате штатных единиц. Это привело к этим результатам, которые мы сейчас получили. Губернатор поручил узнать народную оценку управляющих организаций и запоставить с рейтингом, который регулярно составляет Государственная жилищная инспекция. И там, где сойдется, что называется, и объективная сторона, и оценка людьми, даже вот в этот период, в первую очередь нужно сконцентрировать усилия по наведению порядка, вплоть до лишения лицензий, прекращения деятельности таких компаний. Обсудили на встрече работу регионального центра «Мой дом». Специалисты проводят консультации, обучение активов домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с управляющими компаниями, поставщиками услуг и подрядчиками. В прошлом году провели 216 выездных семинаров-тренингов, в которых приняли участие более 7 тысяч человек – представители актива жильцов. Губернатор напомнил и о существующих мерах поддержки. Старшие по домам могут получить частичную компенсацию затрат, связанных с управлением домом. Дмитрий Азаров поручил главам районов рассказывать об этой возможности. Это вообще ваш актив. Благодаря этим людям вы можете решать проблемы реально на территории, и никак иначе. Но еще раз рассказать о существующих мерах поддержки, о семинарах, о компенсации частичных затрат, связанных с управлением домами. Все, на что мы пошли вместе, посоветовавшись со старшими по домам. За время рабочей встречи Дмитрия Азарова с активом многоквартирных домов и руководством управляющих компаний на горячую линию, которая была организована специально, поступило более 600 обращений. Большинство из них о ненадлежащей работе управляющих компаний и уборке снега. В числе самых активных муниципалитетов – Самара, Сызрань и Тольятти. Губернатор отметил, что все обращения, которые поступили на горячую линию, будут отработаны. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.